Всем привет, с вами Влад205 и это 10 ужасных фактов о том, как мы разрушаем планету при помощи невинных вещей. Люди не самым лучшим образом влияют на планету, различные виды растений и животных исчезают в тысячи раз быстрее, чем должны были. Свыше 20 тысячи видов сегодня балансируют на грани полного исчезновения, и ученые стараются выяснить, как мы можем их спасти. Десятое место занимает использование одноразовых палочек для еды. Больше всего их производят в Китае свыше 80 миллиардов в год. Подавляющее большинство этих палочек используется и выбрасывается на территории Поднебесной. Такого огромного количества хватило бы, чтобы покрыть Пекинскую площадь Тянь-Нен-Нен-Нен непроницаемым слоем 360 раз. К сожалению, для изготовления 80 миллиардов палочек китайцы ежегодно вырубают 20 миллионов деревьев, причем не всех подряд. Подходят только деревья старше 20 лет. Поразительно, но третья по площади страна мира в ближайшем будущем может остаться вообще без лесов, из-за каких-то там палочек для еды. Девятое место занимает прием противозачаточных таблеток и других гормональных препаратов. Сточные воды сильно влияют на пресноводные экосистемы. Даже остаточное количество эстрогена, попавшего в окружающую среду, может уничтожить десятки видов. Для справки, эстроген это активный ингредиент противозачаточных таблеток, также используемый в гормональной терапии. В 2001 году эстроген в небольших количествах был введен в пресноводное озеро исследовательского центра в городе Антарио, Канада. Мужские особи рыб начали продуцировать яичные белки, а потом производить яйца. Даже минимального количества эстрогена оказалось достаточно для их перерождения в женские особи. Восьмое место занимает прием антидепрессантов. Антидепрессантов. Ученые скормили дождевых червей, пивших сточные воды с содержанием антидепрессантов с кварцам, а затем полгода вели наблюдение. У птиц начали проявляться такие же побочные эффекты воздействия антидепрессантов, как и у людей. Они стали намного меньше есть и утратили интерес к особям противоположного пола. А это двойной удар. Недостаточное питание делает птиц слабее и высокая вероятность того, что они не смогут пережить зиму. А ослабление либидо уменьшает число гнездящихся. Седьмое место занимает использование одноразовых соломинок для напитков. По данным природоохранной организации Ocean Conservancy, соломинки входят в число 10 самых распространенных типов мусора в мировом океане. Оставаясь на поверхности воды, соломинки переносятся ветром и течениями на огромные расстояния. Они сделаны из полипропиленового пластика, неразлагающегося и нерастворяющегося материала. Так что миллиарды выброшенных соломинок остаются в мировом океане навсегда. Предполагается, что морские обитатели ежегодно заглатывают от 10 до 25 тонн пластика. Каждый год гибнет свыше миллиона птиц, наевшихся пластмассы. Шестое место занимает потребление лягушачьего мяса. Лягушачье мясо уже давно стало популярным и за пределами Франции. Больше всего лягушек в мире импортируют Япония и США свыше 5 миллионов особей в год. Специалисты утверждают, что многие отгруженные из Южной Америки лягушки заражены хитридиевым грибком. Грибок, распространяющийся посредством живых продуктов питания, не только распространяется, но и гибридизируется в другие виды. Пятое место занимает применение антибактериального мыла. В 2013 году было проведено исследование, в ходе которого специалисты пытались выяснить, что происходит со всевозможными антибактериальными веществами после того, как они попадают в канализацию. Большая часть веществ, использующихся в бытовой химии, удаляется из токов отчистными сооружениями, но кое-что все-таки остается. Ученые доказали, что эти бытовые химикаты присутствуют в организмах многих животных, крыс, земноводных и так далее. При накоплении их в организме вещества провоцируют ускоренное половое созревание, ведет к бесплодию, ожирению и раку. Четвертое место занимает содержание кошек в квартирах. Больше половины наполнителей для кошачьих туалетов изготавливается из так называемой бентонитовой глины. Вещества с прекрасными впитывающими свойствами. При разбухании он увеличивается в размерах в 14 раз. Бентонитовую глину добывают в открытых карьерах. И это плохо как для окружающей среды, так и для человека. Добыча глины все больше разрушает поверхность почвы. Существуют десятки альтернативных наполнителей для кошачьих туалетов, получаемых из переработанного мусора, бумаги, растительных материалов и других веществ. К сожалению, процесс их получения более затратный. Третье место занимает разведение рыб и морепродуктов на фермах. Разведение креветок приводит к повышению солености воды и деградации прибрежных районов. При разведении лосося в воде значительно повышается концентрация рыбного помета. В естественных условиях сия проблема не актуальна, но когда много рыбы выращивается на небольшой замкнутой площади, экосистема водоема сильно страдает. Помет опускается на дно, где вступает в реакцию с лекарствами и реагентами, используемые для очистки рыболовецких сетей. Такая среда благоприятна для размножения морских вшей. Чтобы их уничтожить, приходится в свою очередь пользоваться другими химическими веществами. В итоге водная живность, обитающая в прилегающих районах, массово вымирает. Второе место занимает потребление продуктов, содержащих сою. Последние исследования показали, что выращивание сои оказывает разрушительное воздействие на природу. Соевые бобы давно используются для создания заменителей молока, колбасных изделий и многих других продуктов. Кроме этого, их применяют в производстве мыла и свечей. Но не только люди едят сою. С выше 80% урожая этого растения уходит на кормление скота. Понятно, что спрос огромен, поэтому для ее выращивания нужно все больше свободного места. Первое место занимает пищевые отходы. На 28% сельскохозяйственных земель выращиваются продукты, которым суждено быть выброшенными. Кроме того, из-за пищевых отходов в атмосферу земли ежегодно попадает 3 миллиарда тонн парниковых газов. Большая часть отходов образуется при обработке продуктов, но и процент бытовых отходов также очень высок. Например, люди часто выбрасывают неиспорченные фрукты и овощи, просто потому, что они помяты или имеют некрасивый вид. Также продукты с незаконченным сроком годности часто оказываются на помойке, когда их хозяева покупают более свежие. Непросто осознать, что даже просто пользуясь антибактериальным мылом или покупая фруктовые соки, мы наносим огромный вред окружающей среде. Приведенные выше факты в лишний раз доказывают, насколько хрупкая экосистема, в которой мы живем. И даже невинные, на первый взгляд, действия людей могут стать причиной исчезновения тысячи живых организмов. И даже нас. Спасибо за просмотр, с вами был Влад205. Всем пока! Привет, это Влад205, а эта печенька весит примерно 50 грамм. Некоторые источники утверждают, что именно столько же весит весь интернет. Но ведь интернет это нечто огромное и вообще, как можно взвесить информацию? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok